Мой вес на момент посещения марафона был 106 килограмм. Сейчас на данный момент мой вес 73 килограмма. Тогда мой вес был 109 килограмм. Сейчас мой вес равен 70. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Центр снижения веса Елизавета. 21 00 66. Главные новости понедельника, 15 августа, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы, о которых расскажем сегодня. Огнеборцы отстаивают Ивановский водозабор. Сегодня днем у поселка загорелась сухая трава. Пламя поступило вплотную к объекту водоснабжения. Трагедия в экстрим-парке. Там утонули 28-летняя оренбуржица и вот 4-летняя дочь. Всего в эти выходные спасатели в Оренбуржии извлекли из воды 9 тел. Знойная погода будет держаться. Кому в жару приходится тяжелее всех. И как оренбуржцы переживают аномальные температуры. Не на стол, а под бульдозер. В России продолжат уничтожать санкционные продукты. Кто против таких крайних мер, а кому они наоборот выгодны. Итак, оренбургским пожарным сегодня снова пришлось тушить лесной массив в районе Ивановского водозабора. Там горела сухая трава. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составила чуть более гектара. Стоит сказать, что пожары сейчас происходят. Во многих районах области за последние сутки было зафиксировано 48 возгораний. Причина не только в жаркой погоде, но и в человеческой неосторожности. Подробности у Екатерины Волковой. Сообщение о возгорании в районе Ивановского водозабора поступило около трех часов дня. Уже через несколько минут на место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов. Несмотря на то, что вчера службам МЧС удалось справиться с огнем, сегодня возник очередной очаг возгорания. Борьбу с ним ведут 9 пожарных расчетов, но, очевидно, будет еще помощь. Наряду с пожарными с огнем боролись сотрудники коммунальных служб. При помощи спецавтотранспорта подвозили цисцерны с водой. Сухая трава в районе Ивановки горит вторые сутки. Если сейчас огонь захватил чуть более одного гектара, то накануне тушить пришлось гораздо больше. Причина – в жаркой погоде. Пожар, угрозы для населения он не представляет. То есть сейчас все силы брошены на тушение огня. Это и техника, тракторы, которые сейчас производят топашку водозабора. В связи с высокой пожарной ситуацией в поселке Ивановка организовали круглосуточное дежурство. Привлечены не только службы, но и население. Ведь сейчас подобных очагов изгорания по области немало. К примеру, сегодня также сухая трава горела на Донгутском военном полигоне. Туда были брошены, по словам специалистов, основные силы МЧС. Чтобы не допустить ЧП, спасатели обращаются ко всем оренбургцам. Не пренебрегать правила безопасности. За прошедшие сутки на территории Оренбургской области произошло 48 загораний сухой травы. Хотелось бы обратиться к жителям Оренбургской области, что в связи с установлением сухой и ветреной погоды особое внимание обратить на пожарную безопасность. Екатерина Волкова, Станислав Доминов, Владимир Семенов. Наше время. Отмечу, что сейчас огнеборцам приходится работать буквально в авральном режиме. Так, накануне сильный пожар пришлось тушить в районе лесного массива Дубки. Площадь возгорания составила почти 2 гектара. Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня. Добавим, что с 5 августа на территории Оренбургской области введен особый противопожарный режим. Запрещено сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров в населенных пунктах, садоводческих объединениях, степных и лесных массивах. Следственный комитет разбирается в ЧП, случившемся в экстрим-парке. Там утонули 28-летний мужчина и его 4-летняя дочь. Правоохранителям предстоит выяснить все подробности происшествия, в том числе действия сотрудников экстрим-парка. Житель Оренбургского района и его 4-летняя дочь, переплывая через реку Урал, то есть с одного берега на другой, при купании утонули. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех объективных обстоятельств, произошедшего. Опрашиваются очевидцы и родственники погибших. Назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти потерпевших. Оценка действий сотрудников экстрим-парка будет также дана в ходе проверочных мероприятий по данному факту. Друзья семьи утонувшего мужчины в социальных сетях просят помощи, собирая средства на похороны. Там же разгорелся спор. Одни пользователи говорят, что погибший был пьян, другие уверяют, что трезв. Супруга погибшего сегодня в телефонном разговоре с нашими журналистами также сообщила, что ее муж не выпивал. Во всем предстоит разобраться следователям. Впрочем, это беде уже не поможет. Специалисты еще раз предупреждают. Во время купания надо быть очень осторожными. За последние три дня в Оренбургской области утонули 9 человек с начала купального сезона. Счет погибшим в воде уже приближается к сотне. Это на десятки больше, чем в прошлом году. Во второй половине августа будет по-прежнему жарко. Знойная погода, установившаяся над Оренбуржьем две недели назад, не отступит и на этой. Всему виной повышенное атмосферное давление, а также тропический воздух, который пришел к нам с Каспия. В ближайшие дни столбики термометров снова будут раскалены. От беспощадной жары спасут разве что только длинные и прохладные августовские ночи, которые чуть изменят картину к концу недели. Температура воздуха будет по-прежнему высокая. Но максимальная температура 31-36. Причем надо сказать, что все-таки будет определенная тенденция к концу недели понижения температуры за счет того, что ночные температуры будут пониже. За счет этого дневные температуры максимальные будут приближаться уже близко к 30 градусам. То есть не к 36, как в начале недели, а к 30. Вот такая вот пока что жаркая погода. Конечно, уже надоело всем, всем тяжело. Зашкаливающая температура, однако, совсем не повод расслабляться. Ведь знойная погода никак не отражается на рабочем графике оренбуржцев. Обеденный перерыв не становится длиннее, а сам трудовой день короче. И если офисных работников от жары спасают кондиционеры, то те, кто трудятся на улице, свой каждый рабочий час считают маленьким подвигом. Как оренбуржцы переживают зной и солнце, увидела Екатерина Кислева. Вообще самым эффективным и эффектным лекарством от жары считается сиеста. Это обеденный перерыв длиною в два, а то и во все четыре часа. Время, когда можно вздремнуть, погулять в парке или охладиться в воде. Сиеста спасает от зной жителей Греции, Испании, Мексики, Карибских островов. Ей радуются на Майорке, Португалии, Бразилии, Аргентине и даже в некоторых организациях Узбекистана. Жителям Оренбурга сиеста, увы, пока только снится даже тогда, когда столбик термометра стремится перевалить за 40. Да и о какой сиесте может идти речь, когда в разгаре капитальный ремонт подстанции. Изоляторы сами себя не заменят. Но тяжелая работа в жару это одно, а тяжелая одежда совсем другое. Жарковато работать, конечно, в такой погоде в этом костюме. Спина потеет. Потеет все. Голова от каски, ладони от рукавиц, ноги от сапог с железными набалдашниками. Особенно не сладко в такие дни сварщикам, ведь на основной комплект одежды им приходится надевать дополнительные. 20 минут в сварочном костюме и уже все. Человек тяжелой ему. Здесь каждый понимает, лучше запариться от жары, чем поджариться из-за нарушения техники безопасности. Потому ребята дресс-код чтут, а от зноя спасаются классическими методами. За один термис. Сейчас введен особый режим, в связи с повышенной температурой у нас перерыв. Каждые 40 минут. Мы бригаду снимаем с рабочего места, вводим в прохладное место. Кто из них, электромонтеры или дорожники, выпивают на рабочем месте больше – большой вопрос. Кому в жару вольготнее – тоже непонятно. Дорожники хотя бы могут сбросить с себя лишнюю одежду. Но когда привезут свежий асфальт, не спасет и это. Конечно, жарко. Поэтому без майки, без ничего в одной желтянке просвечиваюсь. Температура асфальта 160 градусов. Еще проплюсуйте 32-36. Воздух вокруг плавится, асфальт пышет жаром. А рабочие гнут спину с 8 утра до 8 вечера. Обливаться вообще не рекомендуется. Воду пьем много. Флягу еще где-то полторашки-34 в магазине покупаем, потому что нам теплость становится. На прочность жара, которую держат в плену область уже третью неделю, испытывают и священнослужители. Они, может, спины не срывают, но от зноя мучаются не меньше. Отец Георгий, к примеру, теперь вынужден переодеваться несколько раз в день после каждой службы. Ну, как у любого человека внизу одежда. Такая же, как и все брюки, рубашка. А потом сверху еще одевается подрясник. Подрясник, сверху еще ряса. А когда особенно тяжело во время службы, потому что надеваются еще благослужебные облачения, конечно, трудно, тяжело. Мне особенно тяжело, имея такой еще и вес. За службу, я не знаю, сколько килограммов с меня сходит воды, но мокро буквально все. От Нижнего Вилета до Ризы. Внимание, уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Дубки. Эти работники, пожалуй, единственные, кого работодатели в жару решили пощадить. Да и то не по своей воле. Роспотребнадзор обязал сократить рабочий день юным трудягам детской железной дороги до двух часов дня, чтобы не перегрелись ненароком. Пришлось отменить последний рейс паровоза. А вообще, несмотря на беспощадное пекло, все те, кто трудится под открытым небом или во имя неба, уверяют, что в заграничной сиести и не нуждаются. Тяжко, не тяжко, но работать приходится, наша работа. Нам роптать не положено. Екатерина Киселева, Константин Воробьев. Наше время. Когда жилье в самом центре города признано аварийным, а покидать его совсем не хочется. Жители дома номер один по переулку Малоторговому готовятся к вынужденному переезду. Дом внесен в список ветхого жилья, однако люди с таким решением категорически не согласны. Они считают, что зданию ничего не угрожает и отказываются оставлять свои квартиры. Почему люди намерены отстаивать жилье, пробовал разобраться мой коллега Виталий Сапожников. Я сделала капитальный ремонт. Об аторизме, коммуникации все сменила. Свою квартиру Наталья Рахимова всячески холит и лелеет. Всю жизнь прожила здесь, потихоньку обустраивая квартиру мечты. И уж уезжать отсюда точно не собиралась. Так же, как и соседка Наталья Людмила Файденко. Дом уютный, самый центр города, а окна выходят на парк «Салют Победа». Живи и радуйся. Нам все здесь нравится, все устраивает. Школа рядом, работа рядом. Вы понимаете, социум, все здесь. Мы привыкли, я живу в этом доме 40 лет. Поэтому, естественно, для меня это родина, малая моя родина. Однако недавно рядом с подъездом появилась табличка. Дом признан аварийным, расселение должно завершиться в четвертом квартале 2017 года. Но вот в чем заключается ветхость и откуда именно угрожает опасность, людям никто не объяснил. Собрание собственников никто не проводил. И на каком основании было принято решение о том, что именно наше здание относится к ветхому жилью, для жильцов дома непонятно. Никакого документа нам не вручилось, мы нигде не расписывались, никакого уведомления не было. Просто табличку повесили на дом и все, с нами никто не разговаривал. Ни один из жильцов дома на Малоторговом не хочет покидать свою квартиру. Совсем недавно, частично за счет собственников, здесь была капитально отремонтирована крыша. Привести в порядок подъезд и пропочтенный возраст здания никто и не догадается. Дом кирпичный, 50 сантиметров кирпичная кладка. Я считаю, что такое жилье нельзя назвать ветхим. Еще одно обстоятельство, которое серьезно беспокоит людей. Если покидать квартиру все же придется, новое жилье им предоставят в поселке Кушкуль, что не просто далеко от центра города, а очень далеко. По поводу качества новых квартир также возникают вопросы. Если мне предложат лучшую красоту, чем сейчас у меня есть в доме, то я, конечно, согласна. И в хорошем районе соответствующем, то я не против. За свои удобства люди готовы бороться. Несмотря на то, что их голоса в основном остаются без ответа, жильцы планируют обойти все инстанции. Они надеются, что привычный обжитый дом все же вычеркнут из списка ветхого жилья. Или же предоставят действительно раноценный обмен. Далее Сапожникова, Дмитрий Примачек. Наше время. Комментарии городской администрации по поводу дома на переулке Малоторговом мы сегодня целый день пытались получить. Однако, пока наш вопрос остался без ответа, ждем его в ближайшие дни. Уничтожение санкционных продуктов на территории России продлили до декабря 2017 года. Такой указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отреагировали оренбушицы на такую новость и кому в нашем городе продуктовый эмбарго приносит прибыль, разные мнения услышал Иван Бер. Еще почти полтора года западные продукты и деликатесы будут усердно предаваться под рев бульдозеров чреву матери земли. Напомню, в августе прошлого года таким способом уничтожили 20 тонн латвийского сыра на сумму 5 миллионов рублей. В настоящее время мы действуем в рамках существующего законодательства, где определен порядок дальнейших действий с этим товаром. К тому же не является инструментом выполнения экономической политики государства и поэтому исполняем ровно те законы, которые на сегодняшний день существуют. В первую очередь пострадают нарушители, это контрабандисты, это самое главное, сама цель. Данная мера является ответом на антироссийские санкции и, по мнению правительства страны, должна способствовать развитию отечественного производства продуктов питания. Но сам вид уничтожения импортного сыра или клубники вызывает у простых людей неоднозначные чувства. Некоторые горожане говорят, что у нас на свое цены взлетели, пока мы чужое уничтожаем. И способов употребления незаконной еды придумывает множество. Зачем их уничтожать? Если у нас, допустим, большое количество населения нуждается в этом, то есть это также подает в это число продуктов первой необходимости. Я думаю, что у нас люди есть достаточно нуждающиеся, которые бы употребили, употребили бы ее по правильному назначению. В благотворительном фонде «Сохраняя жизнь» отмечают с наступлением кризиса количество обращений за помощью резко возросло. Практически каждые говорят, что им не хватает продуктов, чтобы кормить детей. Допустим, одна семья, у них 12 детей. После кризиса у них очень сильно упал достаток в семье. И буквально дети голодают, и так это не одна такая семья. И когда уничтожают продукты, это выглядит как-то ужасно. Кому уничтожение продуктов, а кому мать родна. В нашем городе, пожалуй, так можно сказать, наверное, только об одном уникальном предприятии, которое, перерабатывая санкционную еду, вырабатывает кубы и метана, который впоследствии может использоваться, например, для заправки автомобилей. Тот товар, который нам привозят для уничтожения, он обладает своеобразными физико-химическими свойствами, которые формируют повышенное содержание метана в общем составе биогаза. И, судя по всему, в ближайшие полтора года у предприятия проблем с сырьем не будет. Цепочка санкций, контрабанда, конфискация и утилизация продолжится. К тому же, как поясняют чиновники, под видом санкционных продуктов частенько пытаются завести откровенный контрафакт. Без документов, подтверждающих качество еды. Напомню, уничтожение санкционных продуктов из США, стран Евросоюза, а также Лихтенштейна, Албании, Черногории, Исландии и Украины продлили с 5 августа этого года до 31 декабря 2017-го. Иван Берр, Владимир Семенов. Наше время. Пошел на повышение. Валерий Коваленко назначен заместителем начальника регионального управления внутренних дел. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства. До назначения на протяжении шести лет Коваленко был главным госавтоинспектором области. Кто теперь возглавит управление ГИБДД, неизвестно. По нашим данным, должность пока вакантна. Уголовное дело Александра Реймера передано в суд. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает федеральное интернет-издание. Александру Реймеру инкриминирует мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, бывший тюремный начальник вместе с сообщниками похитили 2 миллиарда 700 миллионов бюджетных рублей. Обвиняемые провернули нехитрую аферу. С 2010 по 2012 год они закупали электронные браслеты для осужденных по завышенным ценам. При реальной цене в 19 тысяч стационарное контрольное устройство закупалось по 108 тысяч, мобильное по 128 тысяч рублей. До решения суда экс-директор ФСИН заключен под стражу, отмечив, что Александр Реймер родом из Беляевского района. С 1993 по 2001 год он был главным милиционером Орска, а в 2004 году назначен начальником УВД Оренбургской области. Когда денежный долг превращают друзей во врагов, 6 лет жительница Оренбурга пытается вернуть свои полмиллиона рублей. Внушительную сумму она доверила сыну лучшей подруги. Деньги дала не по честное слово, составили договор займа. Более того, мужчина обещал 13% годовых и отдать все до копейки уже через год. Однако сумма долго до сих пор растет, а самого должника не могут найти. Ольга Патрушева выясняла все детали этой истории. Мартынов Александр Александрович должен мне 639 тысяч 200. И это не просто слова. У Лидии Алексеевны за 6 лет скопилась целая кипа бумаг. Здесь и договор займа от нотариуса, решение суда и ответ от приставов. 6 лет с Китани по чиновникам, следователям, юристам. И все потому, что когда-то она доверилась своей подруге. Ей нужны были 500 тысяч сыну на покупку машины. В это время у нас деньги были, конечно. Я сказала, на сколько? Она говорит, на год. 13% годовых. Но в это время как раз был разговор об инфляции, поэтому мы с мужем решили так, что деньги дадим, чтобы сохранить их. С сыном подруги составили договор займа и Лидия Алексеевна стала ждать. Но ни через год, ни через два денег своих женщина так и не увидела. Мартыновой все это время обещали все вернуть. Но в какой-то момент у женщины лопнуло терпение, и она пошла в суд. Суд, конечно, присудил мне 500 тысяч. 13% годовых. Все судебные сдержки. И вся сумма составила 641 тысяч. За 4 года он мне выплатил 12 тысяч. Я считаю, что он мошенник. Эти деньги, они работают на него. Потому что одну квартиру купил, продал. Вторую квартиру купил, продал. Купил машину Ниссан Тиана. Но официально на должнике нет ничего. Приставы проверили. Квартира, машина записана на других людей. На счетах в банках ноль. На звонки не отвечает. По адресу прописки не живет. С древним приставом исполнителем вынесено постановление о розыске должника, а также о временном ограничении его выезда за пределы Российской Федерации. Тот, кого до сих пор не могут отыскать, ведет активную жизнь в соцсетях. Согласно информации на его страничке, он вполне успешный тренер. Но Лидию Алексеевну больше всего удивило, как в ситуации с долгом повела себя ее подруга. Теперь уже бывшая. Она тоже будто испарилась. Что делать дальше, женщина не знает. Ее сыну в ближайшее время предстоит дорогостоящая операция. И эти деньги для пенсионерки были бы как нельзя кстати. Сын из-за болезни тоже не работает. До операции меньше месяца и Лидия Алексеевна очень надеется, что за это время у Мартыновых проснется совесть. Александр Александрович, я вас очень прошу, будьте милиционеры к людям. Если вы заняли деньги, вы должны их отдать. Между тем адвокаты советуют не терять время и не призывать к светлым чувствам, а продолжать действовать. Можно покопаться в прошлом должника. На момент, если заключение договора займа, какое-либо имущество было, машина или квартира, если он в период займа продал, то можно эту сделку в любом случае оскорить. Ольга Патрус, Владимир Семенов. Наше время. Есть ли способ обезопасить себя при даче денег в долг? Юристы говорят, что можно. Для этого достаточно составить договор займа под залог имущества. В этом случае за свою неуплату должник рискует лишиться квартиры или же машины. Через нотариус залог оформляется и в последующем можно будет уже на себя переоформить в законном порядке. То есть это имущество уже не подлежит продаже? Он не имеет права продавать, потому что при залоге как раз в договоре указывается, что третьим лицам отчуждение в любом качестве дарения или купли-продажи исключается. Прощание с Александром Корсуновым пройдет завтра, 16 августа в Траурном зале 1-й городской больницы Оренбурга. Начало в 12 часов. Напомню, Александр Корсунов, известный писатель и журналист, скончался от болезни на 63-м году жизни. Он посвятил любимой профессии всю свою жизнь. Последние годы возглавлял областную газету Оренбуржья, а также региональное отделение Союза журналистов. Футбольный клуб Оренбург сыграл в ничью с пермским Амкаром. Матч завершился два часа назад. Это уже вторая домашняя игра для нашей команды в нынешнем сезоне. В прошлой встрече, напомню, хозяева поля потерпели поражение от московского ЦСКА. Обо всех перипетиях сегодняшнего важного матча в репортаже Виталия Сапожникова. Хозяева поля, футболисты Оренбурга, на игру выходили в не самом приятном ранге аутсайдера чемпионата. Потому задачу сформулировать своим подопечным Роберту Ядокимову, очевидно, было несложно. Забивать и набирать очки. Пермский Амкар же перед матчем третьего тура занимал вполне себе комфортное пятое место и вполне мог себе позволить играть от обороны вторым номером. Соперники начали игру осторожно. Собственно, явных голевых моментов в первом тайме ни те, ни другие не создали. Хотя ударов по воротам было больше у Оренбурга. После перерыва преимущество захватили хозяева. Моменты у ворот пермяков явно стали опаснее. Особенно в их создании усердствовали и у Орицбамба, и арендованные у ЦСКА Ефремов. Защитники Амкара все с большим трудом справлялись с навесами в свою штрафную. Однако время шло, а нулевой счет на табло не менялся. Тогда Роберт Евдокимов пошел ва-банк, бросив в бой троих нападающих – Санаю, Маркелова и Делькина. Но Амкар на то и держится в премьер-лиге уже много лет, что умеет добиваться результата. Пермяки играли, что называется, на отбой. Самый голевой момент у оренбуржцев возник уже в добавленное время. Ефремов головой пробил в перекладину. В итоге 0-0. Оренбург вновь не смог забить, но набрал важное в психологическом плане очко и сравнялся в таблице с Уфой и Крыльями Советов. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Более 130 оренбуржцев стали донорами. Торжественное посвящение прошло сегодня возле администрации Южного округа. Цель проекта – привлечь новых активистов в донорское движение. По мнению организаторов, это важная миссия, ведь ежегодно в медицинских учреждениях кровь переливает до 40 тысяч раз. Все это проводится на безвозмездной основе, на таких вот общественных началах. Далее мы привлекаем руководителей предприятий, организаций, обращаемся к ним, естественно, получаем отклики. И напоследок спонсор программы – Центр снижения веса Елизавета. Не только снижение веса, но и сохранение результата, выработка новых пищевых привычек, постоянная профессиональная поддержка, на всем пути снижения веса, грамотное закрепление результата. Все занятия проходят при обязательном участии автора метода. Подробности по телефону – 21 00 66. И на этом все. Напоминаем, что в выпуске программы «Наше время» другие актуальные новости всегда можно посмотреть на сайте 56nv.ru. Всем приятного вечера и отличного настроения. До встречи! Мой вес на момент посещения марафона был 106 кг. Сейчас на данный момент мой вес 73 кг. Тогда мой вес был 109 кг. Сейчас мой вес равен 70. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Центр снижения веса Елизавета. 21 00 66.